Аминь У нас есть возможность послушать Слово Божие, то, что дал Господь, чтобы мы могли вместе посмотреть, что хочет от нас Бог. И сегодня мое слово называется «Трудности в жизни христианина». Есть тут такой человек, который чувствует трудности? Есть, да? Значит, об этом нужно говорить, да? Трудности. Вообще, как поступать или как преодолевать трудности? Как? Чтобы правильно поступать или правильно двигаться в этих моментах, надо понять источник трудности. Надо понять, откуда трудности пришли в мою жизнь. И первое, о чем я хочу говорить, первый источник, это наша неосторожность. Когда мы поступаем безответственно и неосторожно, мы привлекаем духовный мир к себе, мы привлекаем трудности на себя, и мы начинаем страдать и думаем, что Богу угодно было, чтобы я сейчас страдал. Это очень важный такой момент. Конечно, Диане Святых Апостолов в 14 главе, в 22 стихом написано, что пришли и учили ученикам, что многими скорбями надлежит нам войти в Царство Божие. Но это другой момент, это другие скорби, это когда где-то ты лишаешь себе каких-то моментов, чтобы приобретать Царство Божие, угождать Христу. Это другие скорби, другие моменты. Но я хочу говорить о том, почему у нас бывают проблемы или трудности из-за нашей неосторожности. То есть, смотрите, если человек, он понимает, разумный человек, если он понимает, если сейчас взять открытый провод 220 вольт, это будет судьбоносный удар в его жизни, он может погибнуть. Он этого не делает. Почему? Потому что это видимый момент такой, научен, знает и не будет этого делать. Но есть другие моменты, которые человек просто пренебрегает и поступает неосторожно. Я помню, когда мы дома построили камин в Краснодаре, мне все сказали, Моисею было тогда годика два, и мне сказали, сделай такую решеточку металлическую, чтобы ребенок не обжег руки, потому что он подойдет, а там все горячо. Я говорю, не надо. Как только я сделаю вот эту решетку, он постоянно будет туда подойти, интересно, залез туда. Пусть один раз подойдет и больше никогда не подойдет. И точно он с первого дня подошел, раз, опа, кричал. А потом проходили и говорили «дзззз». И вот так мы должны христиане поступать. Иногда Бог допускает нам, чтобы мы потом говорили «дззззз», что это мне не надо. Но есть люди, которые неосторожно поступают. Смотрите, Ефесянам 5, с 15 по 17 стихи. Здесь Слово Божие нам четко говорит, как и что делать. И это очень важно. Потому что многие трудности приходят в нашу жизнь, потому что мы неосторожно поступаем. Например, пренебрегаем молитвою, пренебрегаем чтением. Это говорит о нашей неосторожности. Посмотрите, итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумнее, но как мудрее. Дальше 16-17 будем читать. Дорожа временем, потому что дни лукавы. Помните, все это лукаво, это все исчезнет. И так, не будьте нерассудителей, но познавайте, что есть воля Божия. Это очень важный момент. Мы должны быть рассудительными. То есть, когда ты ногу ставишь, когда ты мыслишь, когда ты руку протягиваешь, подумай о последствиях. Что это даст тебе? Для чего это вообще тебе надо? Зачем тебе этого делать? Какое последствие будет? Это такие моменты, над которыми мы должны задуматься. Для чего я этот поступок делаю? Или для чего? Вот иногда есть такой момент, когда ты просто говоришь, ах, как неправильно сделано. Зачем надо было это говорить? Бывало или только со мной такое бывает? Почему? Это же неосторожность. Потом ты теряешь отношения с кем-то. Вы знаете, легко терять отношения. Трудно строить отношения. Можно годами строить отношения. За одну секунду потерять отношения. Из-за неосторожности. А потом страдать. Ой, а как вернуть? Как обратно построить это отношение? В семьях могут такие быть. С детьми может это быть. Только потому, что поступаем неосторожно. Не думая. Потому что Бог дал нам мудрость. Разум дал, да? Чтобы мы думали и размышляли. Чтобы не терять вот эти отношения. И потом, смотрите, очень важно, вот, когда мы хотим поступать осторожно, то у нас внутри есть желание быть послушным. Потому что, если ребенок не слушается, ну, например, родителям, у него появляются куча проблем. Если мы не слушаемся Бога, ну, Бог говорит, не делай это. Бог говорит, это грех. Бог конкретно, вот с кем говорит Бог вообще? Есть такие люди тут, с кем говорит Бог? О, аллилуйя, есть несколько человек. Слава Господу, а все остальные ищут Бога, наверное. Пока он начнет говорить. Да, Бог говорит. Если Бог не говорит с тобой, значит, ты давно не читал Библию просто. Ну, открой Библию, и там говорит Бог тебе, Сын мой, я тебя люблю. Если Бог говорит, я тебя исцелил, он же не говорит это шутя. Но, говорит, есть одно, один ключ. Ты должен использовать этот ключ. Это вера. Все открывает, все двери открывает вера. И наша осторожность нас делает мудрым. Написано, мудрый видит беду и уклоняется. А глупый что делает? Попадает. Идет и попадает. То есть, кто видит ссора, вмешивается, тот как будто за ухо пса. Да, пса берет. То есть, смотрите, это же наша неосторожность. Это то, что я один раз был на одном месте, с одним человеком общался, и поворачивался, смотрю, там драка идет. А я как герой залез туда, этого разминать. А потом смотрю, они чуть не повернулись, и меня не побыли. Думаю, что я делаю вообще? Что я тут? Мое дело молиться, а не тут разминать их. Потому что они все пьяные. Я говорю, во имя Иисуса остановитесь. А тот говорит, да, 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 говори, это сатана, его надо убить. Я говорю, да нет, это не мое, говорю. Нет, это не мое. Вообще, я неосторожно поступил. Я залез туда, у меня сейчас будут куча проблем. Потом они же меня будут узнавать. Я же там в этом пятачке поставил. А потом они узнают, мне скажут, а ну иди сюда, ты там кого-то там связал. Понимаете? Это все очень... Мы попадаем в различные трудности из-за нашего халатного отношения к своей жизни. Мы просто не... Вот есть люди, которые могут себе резать, там что-то оторвать, там какие-то... А зачем это делать, если есть для этого специальное средство, чтобы мазать, помогать, там... Понимаете? Есть люди, которые не хотят быть послушными. Это... Ну, их называют аккуратно такими козликами. Но вы понимаете, но это тоже приводит к печальному концу, когда у тебя, ну, извините за мое выражение, козли не характер. Да работай над собою. Остановись. Это тебе... Это вредно тебе очень. Если есть такой человек, это вредно. Послушание. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Бог... Один раз мне один человек позвонил. Илья даже удивился, когда это сказал. Говорит, слушай, ну ты такой пастор нехороший. Бог сказал, что он оставляет 99, а вред идет за одной. Я говорю, слушай, ну не за козлом. Вы понимаете, о чем я? То есть, смотрите. Первое. Наша неосторожность может создать кучу проблем в нашей жизни. Наша... Из-за того, что мы не трезви, из-за того, что мы не поступаем мудро, потом будем обвинять или этого, или другого, или скажем, Бог, где ты? А Бог говорит, слушай, ну если ты сейчас возьмешь и головой об стенку ударишь, ну что, я приду и эту стену уберу? Да нет. Просто ты пострадаешь, научишься урок один. Или там я общался с одним человеком, он говорит, ну я не могу говорить, ну... Мне нравится вот этот грех. Я говорю, а что ты жалуешься, что ты вот в таком состоянии? Это же результат твоего выбора. Это результат того, что ты не бодроствуешь. Ты думаешь, ты всегда будешь молодым, ты всегда будешь красивым. Да нет, придет время. Екклесиас пишет очень красиво эти моменты. Придет время, когда ты... Уже у тебя силь не будет, и ты не будешь, ну, как бы так двигаться, как сейчас. И тогда что? Ты скажешь, эх, были годы, но я не бодрствовала. Смотрите, еще одно местописание. Мы будем сегодня где-то четыре момента говорить, откуда идет, вообще откуда идут трудности. Диане 5, 3. Помните, Анания и Сафира. Конкретно тут открывается, конкретно момент небодрствования, момент лукавства и момент греха. Говорит, почему ты дал место, почему ты позволил сатане вложить мисль? Вот здесь очень неосторожность. Потом страдание и смерть. Посмотрите, два человека, муж и жена, у них были планы. Они продали, спрятали деньги. И говорят, они думали, что можно обмануть Духу Святому. И знаете, они смотрели в глаза апостола, говорят, да, 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 сговорились. Если говорить, слушай, вот только что мужа вынесли, сейчас ты тоже упадешь. Это отношение Божьего Духа к тем лукавствам, которые человек имеет внутри себя. И мы не можем об этом не говорить. Конечно, сегодня в церквях это не модные проповеди, когда мы говорим. Но апостол Павел говорит, идите учите учеников, что многими скорбями нам надлежит войти в Царство Божие. Это было учение первой церкви, в церкви Дианы Святых Апостолов. Там учили, что многими скорбями, то есть, понимаете, как были 10 дев, да, мудрых и немудрых, неразумных. В чем было? Они собирали масса, они поступали мудро, они работали над своей жизнью, они трудились, они молились. Беспечная христианская жизнь или такое, ну как сказать, ну, сквозь пальцев или такое разочарованная христианская жизнь приходит тогда, когда человек не понимает Бога, он не проводит время с Ним и не знает, как поступать, как поступать, как мудро поступать. И здесь говорит, почему ты дал возможность Сатане обмануть тебя, вложить мысль обмануть Духа Святого. Это очень важный момент, и потому что Сатана приходит, как ангел света. Неудивительно, что его служителя тоже принимал вид ангела света, но он приходит не так, вот, вот ты проснулся, и утром Сатана тебе так, говорит, був, пугает тебя. Нет, он приходит, говорит, слушай, сегодня твой день, наслаждайся сегодня, я тебе помогу, поклонись мне, я отдам все тебе. Зачем тебе кому-то поклониться, трудиться, скорбеть, я тебе дам все, главное поклонись мне. Но это не христианский, конец этого погибель. Один человек, молодой человек, не имел ничего абсолютно, ходил, собирал хлеб, и вдруг к нему приходит один мужик и говорит, слушай, хочешь нормально питаться? Да, говорит, слушай, вот здесь есть один дом, я тебе покажу этот дом. Вместе пойдем, зайдешь в этот дом, там сейчас никого нету. Все, что оттуда есть, я тебе скажу, где вытащишь. Он идет, ну, воровать, он идет, ворует это, он ему деньги дает, и так раз, два, три, потом он становится таким, очень шустрым таким, и он грабит банк. Этот человек отдает деньги, его вытаскивает. Второй раз грабит банк, он вытаскивает. Третий раз, когда грабит банк, ему дают веселицу. То есть, все уже поставили, все петля, сидит, он думает, ну, сейчас придет этот человек, сейчас принесет, деньги меня освободит. Смотрит, он идет с мешком и думает, вот он пришел. И он приходит, высыпает с мешка десять пар обуви, и ему говорит, слушай, чтобы довести тебя до такой состояния, я потратил столько обуви. Понимаете? Конец, конец. Мы же не думаем, мудрый человек, он поступает осторожно, считая дни, потому что они лукавы. Что будет, если я сделаю этот шаг, что будет, принесет ли этот шаг мне благословение или проклятие? Хорошо, трудности, значит, как противостоять трудностям? Как проходить трудности? Как противостоять? Значит, противостоять бодрствовать, проходить правильно. Чтобы противостоять, очень легко. Евангелие очень простое, братья и сестры, чтобы не попасть в трудные ситуации, надо бодрствовать. А как проходить? Правильно надо проходить. Раз уже попал, теперь кайся, теперь умоляй, теперь попроси прощения, чтобы Бог тебя восстановил. Время идет, но мне надо говорить. Следующие трудности, откуда приходит в жизнь человека, это атака сатаны. Не только по своей глупости человек может попасть, но запомните, во всех сферах, которые я скажу, всегда Бог будет испытывать нашу веру. Даже когда мы попадем в трудности и ситуации, Бог будет через это нас испытывать, понять, посмотреть, верим ли мы ему, верни ли мы ему или нет. И смотрите, атака сатаны, это когда ты понимаешь, и если ты осторожный человек, ты сразу поймешь, что это сатана тебя атакует. Вот знаете, я неделю молился за это слово, размышлял над этим словом, начал в моей жизни как бы разложить по полочкам, где атака сатаны, где мои глупости, и дальше, дальше сейчас буду говорить. Но я понял, часто всего сатана атакует тогда, когда как раз таки мы в первом пункте неосторожно поступаем. И смотрите, помните Иосифа? Это Битие, 39 глава, 7-8, ну вообще 39 глава, там про Иосифа написано. И знаете, Иосиф делал свое дело, но у него был такой недостаток, он был красивым и верным Богу. И он служил, и вдруг глаз положил на него жена Патифара и начала атаковать его. Спи со мною, иди сюда. Вы понимаете, жена Патифара, это как прообраз сатаны, проверка верности Иосифа Господу. Это была конкретная атака. Может, это было искушение, может, это было испытание, но это была атака сатаны в жизни Иосифа. Иосиф правильно поступил. Он сказал, я боюсь Бога. Многие, знаете, страх Божий, это не шарахаться от Бога. Страх Божий, это не сказать, это бесы трепешут. Понимаете, мы не трепешим перед Богом, братья и сестры. Бесы верят и трепешут перед Богом. Мы не трепешим. У нас такой благоговейный страх перед Богом. У нас перед Богом страх, как перед Отцом, понимаете. У нас перед Богом страх, чтобы не делать зло перед Ним. Вот этот страх, правильный страх. И это был страх, который был в Иосифе. Понимаете? Он не боялся, что Бог его убьет, если так сделает. Он боялся, что он согрешит против Бога. Вот где правильный страх его. И это была атака, и он противостоял эту атаку правильно. Аминь. Это Битте 39 глава. И вот я знаю, что все тут показывают, и вы дома будете читать. И это очень важно. Смотрите, как правильно он поступит. Потом он же имел доступ к этому дому. Бог нас доверяет много моментов. И сатана будет эти сферы атаковать. Если ты читаешь Библию, он будет атаковать, чтобы ты не читал. Вот ты взял Библию, хочешь читать, и ты вспомнишь, что ты сегодня кофе не выпила. И ты говоришь, сейчас кофе попью, и начну читать, и все забыли. Как только ты хочешь молиться, тебе как будто кто-то какой-то наркоз сразу дает. Тебе прямо хочется спать. Почему? Это атака дьявола, и мы должны противостать этим вещам. Если у сатани получится украсть у тебя общение с Богом, то считай, что ты в жизни потерял все. Если ты потеряешь общение с Богом, ты потеряешь все в этой жизни. Не имеет значения, пророк ты, епископ, кто бы ты ни был, архиепископ, пастырь, слуга, домашний пастырь, простой христианин. Вообще не имеет значения. Тот, кто потеряет общение или отношение с Богом, он теряет все. Даже может он будет служить, двигаться, говорить. Это не имеет значения. Человек, который оторвался от Господа, значит, сатана смог его убить просто. Вопрос только времени. Вы понимаете, о чем я говорю? Поэтому очень важно, чтобы мы этот момент понимали. Смотрите. Дианя, 7 глава, 58 стих. Стефан молча для себя служил. Кому что он делал? Но он был наполнен Духом Святым. И сатана решил атаковать и убить его. Вы понимаете? И пришли негодные люди, которые сказали, что Стефан там хулил Бога, храм. И Стефана начали побывать камнями. А он поднял глаза, увидел Иисуса Христа. Вы знаете, это единственное случая в Библии, когда Иисус стоит. Все время он сидит. Он сидит у Одесного Бога. А во время того, как побывали Стефана, Иисус стоял. Он смотрел и говорил, хох, молодец. Правильно, правильно. Не сдался. Молодец. За истину пострадал. Вот многими скорбями должны войти в Царство Божие. Это атака была сатаны. Откуда? Зачем им? А он что, им трогал, что ли? Да нет, он служил живому Богу. И вдруг сатана восстал против него. И побыли его камнями. Понимаете? Есть атака сатаны. И вы должны, написано, противостоите дьяволу твердой верой. И он убежит от вас. Значит, он атакует. И нам надо бодрствовать, братья и сестры. Чтобы не принимать эти атаки дьявола. Есть крайности тут тоже, конечно. Иаков 1, 13. В искушение никто не говорит, что Бог меня искушает. Потому что Бог не искушается злом и Сам не искушает никого. Но каждый, смотрите, Даша. Но каждый искушается, увлекаясь и обольшаясь собственной похотью. Даша. Смотрите, это все идет атака. Похоть же, зачав, рождает грех. А сделанный грех рождает смерть. Человек живой. Это же не буквально падает и умер. Все. Хотя она не Айсафира умерли. Человек живой. Но он не христианин. Он ходит в церковь, но он не христианин. Почему? В нем нет огня Духа Святого. В нем нет помазания. В нем нет силы. В нем нет Слова Божьего. В нем раздражение. В нем гнев. В нем сплетни. В нем всякое нехорошее. Но нет Слова Божьего. Нет помазания. Нет силы Духа Святого. Сатане удалось украсть. Надо это слово, нет, говорить. Я смотрю. Вы так на меня смотрите. Я не модный проповедник. Я вам серьезно говорю. Все, что Бог дает мне, я должен передать вам. Я здесь никто. Я почтален просто. Я передаю посылки от Него. Кто возьмет, это его коробка. Заглянет туда, там подарки. Помните, да, во время атаки, запомните, нужно бодрство. Знаете, в чем? Чтобы все, что происходит в нашей жизни, не сказать, это дьявол луга. Есть такое выражение у Христа. Ох, это дьявол. Как дьявол луга или как там? Вот это дьявол. Вот дьявол атакует меня. Вот сатанюга атакует меня. Нет, вот однажды мы в одном месте сидели, и одна сестра свидетельствовала, что вот, ну, ей дают под суд там по своей квартире. Нужно вопрос решать, и нужно с судьей поговорить. И одна сестра говорит, это дух суда, это сатана атакует. Такого нету, братья и сестры. Есть крайности, которые мы не должны впасть. Вот мудрость, в чем христианин разобраться, что происходит, через что сейчас, если это по моей глупости, я каюсь. Господь, прости меня. Знаете, написано, примирись с врагом, когда ты идешь куда-то. Слушай, Рузанна, прости меня, пожалуйста, все, давай, примиримся, чтобы не дать место сатане. Следующее, если атака, то противостоять просто, потому что эта атака пришла ко мне, я открыл место, открыл двери, мне понравилось это, да. Помните, сейчас буду говорить, значит, первое, это наша неосторожность, второе, это атака сатаны, и третье, это искушение. Во всех этих пунктах Бог все равно проверяет нашу верность. И смотрите, помните, этот, Ева, наша Ева, из бития третьей главы. Помните? Халлелуйя! И смотрите, если атака нападает, и закрыта. Если первый пункт, по нашей глупости мы попадаем в яму какую-то, только мы можем выйти через покаяние, то атаку мы должны пройти только через противостояние. Мы должны противостоять, сказать, написано, отойди от меня, сатана, я буду только поклониться и служить моему Господу Богу. А что делать во время, когда идет искушение? Что делает искушение? Искушение привлекает. Привлекает. Начинает тебе давать вкусовые вот эти чувства. Какие-то ощущения дают. Он тебе привлекает. Искушение привлекает тебя. Как Еву. Змея говорит, слушай, ну посмотри, она что увидела, да, это вот битие три шесть. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи. Не все, что хорошо выглядит, нам надо, братья и сестры. Дальше говорится, и что она приятна для глаз. И вожделенно, потому что дает знания. То есть, как так? Что-то, это вообще чудо. О, класс! Сейчас модное христианство. О, супер! Класс! Я не знаю, какие-то еще там слова употребляют. О, брат, это такая машина. Вообще супер! А что этой машиной он делает вообще? Хвастается или служит? Это искушение. Я не против хороших машин. Я против, вот куда это все идет? Куда это привлекает? Что это делает? Что это дает христианину? Запомните, мне тоже нравятся хорошие дома, машины. Все мне нравится. Но не все должно овладеть мною. Мое сердце должно быть свободным для Господа. Она это увидела, и она согрешила только потому, что ей было это приятно. Не всегда, когда приятно, это хорошо. Не всегда, когда уютно, это хорошо. Не всегда, когда удобно, это хорошо. Иногда неудобства больше приносят плода, чем удобства. Я помню, когда мы общались с одним человеком, он рассказывал, когда они были молодежью, молодыми людьми, они говорят, мы пешком 7 километров шли в церковь, хранили деньги, чтобы жертвовать там. Не садились в маршрутку. Мы хранили там 100-200 драмов было у нас, говорят, хранили эти деньги, чтобы жертвовать. И знали, если мы сейчас пойдем туда, будем жертвовать, этот же 7 километров, это кто-то 7, кто-то 15, кто-то там 20. Мы все равно пешком будем идти назад. Но мы этого делали. Почему? Потому что ценности были другие. Ценности были абсолютно другие. И когда враг искушал, он знал, люди знали, они говорили, у нас было в сердце принято решение служить Господу. У нас было в сердце решение служить Господу. И говорят, все время палки в колеса, все время что-то не так. У одного человека родители были неверующими, его и закрывали дома, и ключи забирали, и закрывали. Он не через окно убежал, но у них было желание. Хотя сатана атаковал, хотя искушения приходили, но они верно служили Богу. Они были верны Богу до конца. И они сегодня служители и пастыра церквей, с которыми я дружу. Почему? Когда-то они платили цену и не пошли на поводу с сатане, и не поддавались искушениями. Понимаете? Желания много у человека, но не все во благо, но не все работает на то, что человеку поднимает. Есть вещи, которые тянут вниз. Я помню, один раз посмотрел по телевизору, как вот эти воздушные шары летят. Мне так стало интересно. Я смотрел вот это путешествие разное, есть такой канал был раньше по спутнику. И я смотрю, парашюты так летят, и там команды, значит, у них такой спорт, они должны... И парашюты, они эти шары воздушные летят, они в корзинке сидят, 3-4 человека. И так идут, поднимаются, поднимаются. Вдруг этот командир говорит, один мешок выбросьте за борт. Я думаю, интересно. И он берет мешок, выбрасывает за борт. Знаете, что с парашютом случается? Парашют, не парашют, а этот шар воздушный, резко уходит влево, потом вправо, потом резко вверх. И я получил откровение. Вот, Господь, как только мы с одного греха освобождаемся, вот такое с нами случается. Мы взлетаем наверх. И так каждый раз, каждый раз мешок выбрасывали этот парашют. И там, знаете что? Они держались очень крепко, потому что вот так вот уносит в сторону. Если вам интересно, зайдите и посмотрите, насколько четко работает, когда освобождается. И когда приходит испытание, не испытание, а искушение, тогда мы должны противостать. Потому что искушение приходит, чтобы влечь за собою, чтобы увлекаться, чтобы ты увлекся и ушел за собою. Хорошо. А что делает испытание? Вы знаете, что Бог нас испытывает каждый час? Написано, что Он посвящает человека и испытывает каждую минуту. Знаете, что это такое? Смотрите. Испытывается наша вера, наша верность и испытание, не искушение, а испытание. То есть, ты проходишь какой-то период жизни, где испытывается твоя вера и твоя верность. Смотрите. 1 Петра 1,7. Что надо делать? Что надо делать во время испытания? Написано, с великой радостью. То есть, радоваться. Когда Бог нас испытывает, мы должны радоваться, потому что это нас приближает. С великой радостью принимайте 6 стих. О всем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно от различных искушений. Дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценной огибнущего, братья и сестры. Хотя я огнем испытываемое золото к похвале и чести и славе в явлении Иисуса. То есть, цель испытания, чтобы наша вера укрепилась. Цель испытания. Вы понимаете, Бог никогда не будет нас злом испытывать. Он будет испытывать нас. Помните, как апостолов испытывали? Помните, как Иисуса испытывали после пустыни? Иисус прошел испытание. И были проверки Его веры. И нас тоже испытывают. Даже, к моему удивлению, люди, которые не знают ни церковь, ни Слово Божие, люди этого мира, они знают, что нам можно, а что нам нельзя. Они всегда подходят и говорят, а это что, вам можно? Я говорю, а ты откуда знаешь, что нам можно, а что нам нельзя? Духовный мир реальный. И когда мы проходим момент испытания, мы должны понимать, Бог испытывает меня. Мы должны это понимать. Почему? Потому что в первом случае мы понимаем из-за моей глупости. И говорят, да, Бог испытывает. Это не испытывает. Это ты должен быть мудрым и остановиться. Если ты пьешь, Бог не говорит, что тебя испытывает. Бог этим не испытывает. Если ты еще какие-то вещи делаешь, Бог не испытывает этим. Это твое желание попадает туда. Если ты всю ночь не спишь, а во время собрания спишь, это не Бог испытывает тебя. Это твоя глупость. Тебе надо ночью спать. Тебе надо просто ночью спать. Ночью спать, днем работать. Потому что кто ночью не спит, тот попадает в различные искушения и испытания. Аминь. И смотрите, очень важный такой момент. Как вот понять, что Бог меня испытывает? Написано, когда мы открыты для Духа Святого, когда мы открыты для Слова Божия, вот Слово и нас испытывает. Будем ли мы верны здесь, или мы будем верны тут? Как говорит Слово, мы должны так и жить. Кто живет по Слову Божьему, исполняя не букву, а Дух? Вот смотрите, очень многие упали или оставили Господа, потому что для них Слово было как буква, закон. Невозможно человеку исполнить это Слово. Это Слово Дух, и мы должны принять это Слово, как цветок. Там есть нектар, там есть аромат. Мы, как пчели, должны свой нос сунуть туда, сунуть туда, и собрать весь этот нектар. Я этот ясно объяснил? Нет? Если ты нос туда не суешь, и суешь туда, куда не надо, не суди, не суди. Вот то, что ты нюхаешь, этим и пахнешь. Когда ты нос суешь Слово Божие, от тебя аромат Слова Божия и приходит. Проверьте свою жизнь. Я же не буду ходить, так понюхать, у кого что, какой запах. Нет, конечно, каждый знает свой запах. Или запах такой, или такой. Потому что благодарение Господу, что Он даровал нам всегда торжествовать во Христе Иисусе и благоухание Его. Понимаете? Вот, испытывается наше состояние, куда суем мы свой нос. Если в Слово Божие, если мы в присутствии Бога, у нас другое отношение ко всем. Ко всем. Ко всем людям. И к нашей жизни. Аминь. Поэтому хочу подвести итог, чтобы мы, каждый из нас, смотрите, искушению надо противостоять, а испытания надо проходить. А искушению надо противостоять. Атакам надо противостоять. А испытания достойно проходить. Потому что Бог будет испытывать нашу веру. Я помню, когда приехал в Армению, только уверовал, приехал туда. И там очень много событий произошли. И собрались некоторые мои родственники, друзья. И хотели поминать моего отца. А поминать отца, если в армянском народе ты не будешь пить, почтить, то ты самый низкий уровень человек. И знаете, что? Вот это была атака сатаны, когда они налили мне стакан и говорили, стоя, выпьем за отца, за нашего, ну, такого, дядю, папу нашего, ну, брата. И мне надо было встать с ними на ноги, взять этот стакан и с ними пить. Но когда Бог меня освободил от выпивки, я поднял этот стакан. То время, когда Он освободил меня от выпивки, я сказал, вы видите этот стакан? Я больше в руки не возьму этот стакан и положил. А здесь такая ситуация, такая случая, что пьют за моего отца, который умерший. Ему было 52 года, когда он умер. И они все стали на ноги стоя и хотят выпить о его живом памяти. Это была атака сатаны, это было испытание, это было искушение. Потому что плоть надо обуздывать. Если мы не будем обуздывать свою плоть, это как лошак бессмысленный. Будет бежать, и ты его не остановишь. И знаете, что я сказал? Подождите две секунды, присядьте. Они так посмотрели на меня. Я говорю, помните, здесь жил такой человек, Арамаис? Они говорят, ну, как не помним. Я говорю, а вы помните вообще его? Они, да. Я говорю, его уже нет. Они говорят, как нет? Я говорю, он уже умер. Они, как умер? Ты вот перед нами сидишь, как он умер? И вдруг в моих мыслях враг начинает говорить, ах, ты умер? Мы сейчас посмотрим, ты умер или нет. И один близкий мой друг встает и начинает меня материть. Очень грубыми словами. А если бы я не был бы христианином, это была бы смерть для него. Но я сидел, и голос мне говорит, ну, что ж теперь скажешь? Я говорю, да, умер, умер, он умер. Ой, а внутри все резало. И они посмотрели на меня, сказали, взяли водки и ушли. А все остальное оставили. А Розану наверху. Я говорю, Розан, спускайся. Она говорит, что случилось? Я говорю, спускайся сюда. Бог накрыл столб ввиду врагов наших. Там морепродуктов, их нету и водки нету. Она говорит, откуда это? Я говорю, да это Господь усмотрел, чтобы мы с тобой тут пировали. Вот смотрите, после этого, который меня ругал, у него был ребенок, сколько, три месяца или полгода, полугодовой ребенок. В эту же ночь этот ребенок заболел. Они вызывают скорую, все. Скорая говорит, это не вариант. Мы не знаем, почему этот ребенок болеет. Вдруг один врач говорит, слушайте, если в селе есть верующие, позовите, пусть помолятся. Аллилуйя! Адамми! И тот, который меня ругал, материл, жена пришла к нам, говорит, слушайте, простите, пожалуйста, но ребенок погибает. Не могли бы прийти и помолиться за ребенка? Мы говорим, ну конечно. Мы пришли туда, они нас классно приняли. Он опустил так голову. Я говорю, друг, если бы я не умер, ребенок бы твой не исцелился. Чтобы Божий Дух, испытывая вас, понял вас, что вы на самом деле преданы Христу, потом Он будет вас сильно употреблять и в чудесах, и в знамениях. Бог сегодня ищет людей, которые будут верны Ему, которые не захотят жить в этой комфорте, а захотят страдать с народом Божиим, братья и сестры. Сегодня нам нужны и важны вот эти чудеса, знамения. Сегодня мы теряем, сегодня мы не можем вставать, потому что ценности изменились. Изменились. Есть верный человек, который скажет Господь, куда ты, туда я. Есть верный человек, есть этот человек. Просто надо правильно проходить испытания, искушения, атаки и мудростью поступать во всем. Потому что это очень важно. Это очень важно. Друг мой, который никогда не покупал водки, никогда водки не покупал, все время я оставил. И когда я принял водное крещение, я пришел домой. Он пришел к нам с шашляком и коньяком. Говорит, слушай, я пришел отдыхать. Я говорю, друг, оставь этот коньяк на улице, возьми шашляк, заходи. Он так посмотрел на мой, говорит, ты что, вообще что ли? Я говорю, да вообще. Конечно, вообще. Все, возврата нету. Водное крещение – это погиб. Водное крещение – это смерть и освобождение от прошлого. Крещение Духом Святым – это будущее наше. Наше будущее не представляю без крещения Духа Святого. Не надо остановиться на водное крещение. Не надо между водным крещением и крещением Духа остановиться на этом промежутке. Многие христиане так и живут. Я это не сделаю, я это не сделаю, я это не сделаю. Ну и слава Богу, что ты этого не сделаешь. А что ты делаешь вообще? Не смотри на то, что ты не делаешь. Мы не будем отвечать перед Богом за то, что мы делали. Мы будем отвечать перед Богом за то, что мы не делали. Могли делать, но мы не сделали. Поэтому многие, приняв водное крещение, они останавливаются. Все, они уже праведники, они уже ничего плохого не делают. Но Бог говорит, придет Дух Святой, вы будете мне свидетелями. Вот Он будет в этом испытывать нас. О, аллилуйя! Начинаю проповедовать. Вы понимаете, о чем я? Ценности поменялись. Бог сегодня хочет, чтобы мы были теми же людьми, через которых Он будет касаться этот мир. Сегодня нужны евангелисты, апостоли, верные Ему люди, братья и сестры. Христианство не в комфорте. Христианство в силе Духа Святого. Христианство не в лучших домах и лучших машинах. Христианство в силе Духа Святого. Это все хорошо, но сила Духа Святого лучше. Аллилуйя! Я ушел в сторону немножко. Я чувствую, как Дух говорит это. Потому что в последнее время Он говорит, приду ли я, найду веру на этой земле. Такое ощущение, как будто Бог должен нам что-то. Это мы Ему должны. Аллилуйя! Начинаем немудро поступать. А Слово Божие говорит, кто стремится разбогатеть, не в Боге богатеть, у того будут много проблем. У того будут много проблем. Я еще раз говорю, пусть это Слово вас не соблазняет. Я не против ни хороших домов, ни машин. Я не против. Но я против, когда это заменяет веру. Когда это становится целью. И тогда пренебрегаемо Дух Святой. И очень многие утешают себя, убаюкают, что они спасенные люди. У меня есть Слово. Спасается тот, который близко имеет отношение с Духом Святым. Не просто, который в церковь ходит, не просто, который где-то нашел место, где-то уютненько посидеть. Нет! Отношение с Духом Святым приводит нас в небеса. Поэтому, любое испытание, которое Бог приносит в нашу жизнь, мы должны радоваться. Если искушениями противостоим, то испытанию мы должны радоваться. С великой радостью написано, принимайте. Яков 6, 1, 2. С великой радостью, потому что испытываемся. А если Бог испытывает, вы знаете, когда к нам идут гости, Рузана достает лучшую посуду и моет их. Чтобы мы начали повлиять на этот город, мы должны допустить Бога, чтобы Он помыли нас. Чтобы люди могли пить с нас то, что течет. Это вода жизни. Это очень важные моменты, братья и сестры. Посмотрите. С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадете в различные искушения, испытания. Дальше. Зная, что испытание вашей веры производит терпение. А терпение, терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершены во всей полноте, без всякого недостатка. На этом слове я хочу закончить, помолиться Богу, чтобы Дух Святой проговорил к нашим сердцам. Очень многие мужи, жены, сильные, они иногда такую слабость показывают. Они иногда так просто двигаются, что иногда Бог хочет, чтобы посмотрели на вас и сказал, выдели моего этого сына, выдели мою дочь, как верно поступает. А сатана скажет, а ты оградил этого человека. Аминь. Давайте мы помолимся. Дух Святой, пожалуйста, покажи нам Дух Святой. Мы не можем без тебя ничего делать, Дух Святой. Где мы просто обидели тебя, где мы пренебрегали тобою, Дух Святой, прости нас. Говори к нашим сердцам, Дух Святой, мы церковь, которая зависим от тебя, мы церковь зависим от тебя, Дух Святой. Дух Святой, Дух Святой, говори к нашим сердцам, обличай нас, Господь, помоги нам увидеть Божия, помоги нам искренне служить тебе, помоги нам Дух Святой сокрушиться, помоги искать лица твоего, помоги, Господи, чтобы мы могли уповать на тебя, помоги, Дух Святой, чтобы мы подружились с тобой, чтобы мы могли открывать сердце перед тобой, помоги нам Дух Святой, чтобы мы могли двигаться, помоги, Господь, освободи от жадности, от ажности, от раздражения, от гнева, от ярости, от ненависти, помоги, освободи нас, Господь, пусть будут в нас плоды Духа, а плод Духа это любовь, а любовь не раздражается, не ищет своего, не мыслит зла, все переносит, о Иисус, помоги нам, Господь, помоги, чтобы слово ожило в нас, помоги, чтобы мы могли, Господь, смотреть тебе в глаза, подняв лицо перед тобою, Господь, спасибо тебе, Христос, мне нравится, Господь, когда ты обличаешь, мне нравится, когда ты строишь, мне нравится, когда ты создаешь церковь и врата ада не одолеют, Господи, всякий чуждый огонь, все, что приносит, Господь, не славу тебе, а приносит славу человеку, да разрушится во имя Иисуса Христа, Бог мой, ты прослався в нашей церкви, ты прослався в сердцах наших, Господи, слава человеческая, ничто, поэтому мы тебе воздаем всю славу, помоги нам, Господь, мы нуждаемся в тебе, помоги нам, Дух Святой, мы нуждаемся в твоего водительства, помоги нам, Христос, мы благословляем друг друга, прощаем друг друга, мы просто прощаем друг друга, и у тебя просим прощения, Господь, где мы непослушны, где мы просто пренебрегаем твоим словом, где пренебрегаем молитву, где нужно молиться, мы не молимся, а просто ставим какой-то знак, руки молящиеся. Где нам надо, Господь, на самом деле, пребывать у ног Твоих? А я бегаю, суючусь туда-сюда. Помоги нам, Господь. Ты сказал этому человеку, а если ночью возьму душу Твою, кому все это останется? На самом деле, реально, мы это видим, Господь, когда Ты забираешь душ, в свое время мы видим и говорим, Господь, а кому это досталось? Мы раздаем все, Господь, и понимаем, что ничего человек не взял с Собою, Бог мой. Дух Святой, помоги нам, чтобы нам не увлечься, а пребывать у ног Твоих. Проводить время с Тобою, Дух Святой, помоги нам. Прости нас, Господь, прости меня, Господь. Благослови Духом Твоим, Отец. Твоя сила с нами, Твоя крепкая рука с нами. Твое помазание нас ведет, Отец. Твое откровение, Слово нас ведет, Отец. Помоги нам, Господь, увидеть это. Помоги нам понять это. Помоги нам, Господи, чувствовать и ощущать, как Ты велик, как Ты благ, как Твое присутствие меняет все. Во имя Иисуса Христа. Аллилуйя! Слава Тебе, наш Бог! Пусть придет ясность, трезвость, чувствительность и сила. Во имя Иисуса Христа. И все сказали, Слава Господу! Воздай славу Господу! Аллилуйя! 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 Аллилуйя!